Всем привет, с вами Настя и сегодня мы будем рассматривать очередное сверхъестественное существо из Симс 3 и это будет мумия. Итак, давайте-ка рассмотрим виды мумий, которые могут встретиться во время путешествий. Мумии различаются по полу и по комплекции, правда их тучность никак не влияет на их силу, а вот в движениях они очень медлительны и неповоротливы и это дает вам возможность убежать прежде чем они нападут. Отвлечь разгневанную обитательницу гробниц можно от специальной еды для мумии, которую продает особый торговец. При нападении на персонажа мумия отвлечется, съест приманку и спрячется в своем саркофаге, оставив вашего подопечного целого и невредимым. К сожалению, самостоятельно на мумию напасть вам не удастся. Она нападает на персонажа сама спустя пару минут после выхода из саркофага, если вы к этому времени не успеете убежать. Победить мумию можно, развивая физические способности и навыки симфу или же хитро заманивая ее в огненные ловушки. В гробницах можно встретить различные виды саркофагов, от простых каменных глыб до золотых, украшенные драгоценными камнями. Но как же стать мумией? Сон всегда полезен для вашего здоровья, но только если речь идет не о проклятом саркофаге королей. Поговаривают, что если там проспать несколько ночей, то можно превратиться в мумию. Также есть возможность призвать мумию на участок, собрав коллекцию из пяти египетских каноп. Канопы должны лежать в инвентаре призывающего, тогда при нажатии на саркофаг появляется функция призвать мумию. Также мумией можно стать при помощи зелья мумификации. Если вы все-таки завели дома мумию, то заметьте, что она не нуждается в таких потребностях, как единственная нужда и сон. Да и вообще показатели у нее падают намного медленнее, чем у обычных персонажей. Мумия могут работать, повышать навыки, общаться и делать другие вещи, которые могут делать обычные персонажи. Стоит отметить, что мумия не очень любит воду, хотя купаться им необходимо. После водных процедур с нее около двух часов будет капать вода, а также появится отрицательный мудлет промокший. Если вы хотите исцелить забинтованного друга и сделать его человеком, вам необходимо отправить его спать в благословенный саркофаг. Спустя одну или две ночи он выйдет оттуда обычным персонажем. Проклятие мумии. Если в огромнице на вас напала мумия, есть шанс того, что она наложена во страшное проклятие. И у вас есть всего 14 дней, чтобы излечить Сима, иначе он погибнет. Также появится отрицательный мудлет и спустя время будут заметны визуальные последствия в его сознании. Появится странное свечение на экране при выборе этого персонажа. Через 10-11 дней свечение усиливается, и примерно за 4 часа до смерти появятся очень сильные галлюцинации. Но что же делать в таком случае, как спасти вашего любимого персонажа? Необходимо попросить очищения умиротворяющей статуи. Умиротворяющая статуя находится в Арсимаре в Египте, в гробнице сфинкса на верхних этажах. Чтобы добраться до нее, вам нужно прийти к сфинксу и обратиться к нему с мольбой об исцелении. Спустя время он откликнется на вашу мольбу, укажет путь для прохождения и продлит проклятие, чтобы у вас было больше времени не исцелиться. После того, как вы добрались до умиротворяющей статуи, вам нужно медитировать возле нее до состояния полного транса, и тогда вы полностью исцелитесь. Еще один способ излечиться от проклятия – поцеловать королевскую кобру. Для этого вам необходимо раздобыть корзинку заклинателя змей, купить ее можно в Египте у торговцев промтоварами. Заклинание змей – это спыт и навык, который нужно развивать, чтобы овладеть им. Спустя время длительных тренировок, если вы нажмете на корзину со змеей, появится функция «купить королевскую кобру». Если вы призовете королевскую кобру, спустя время после долгих тренировок она сможет рассеять проклятие своим поцелуем. Но если вам все-таки не удалось спасти вашего подопечного, то по истечению 14 дней он рассыпется на часть и превратится в кучу пепла. Призрак Сима, погибшего от проклятой мумии темно-серого цвета, на могиле вы увидите изображение египетского фараона. И напоследок несколько интересных фактов о мумиях. Мумии не могут иметь детей. Дети не могут быть мумиями. Мумия боится огня и могут погибнуть от него. Обычные Симы не любят мумии, а трусливые вовсе теряют сознание. Мумии тоже стареют, как и обычные Симы, но намного медленнее. Они также могут умереть от старости. Мумии, умершие от старости после смерти, становятся полноценными мумиями. Зелье жидкая смелость, купленное у особого торготца, при наличии визы минимум первой категории, может избавить от страха перед мумией. В гробницах мумии генерируются. При прохождении квестов от разных персонажей в одном и том же помещении, из одного и того же саркофага может выбраться абсолютно любая мумия. Играбельные мумии не могут накладывать проклятие. Мумии не могут причинить вред маленьким детям. Мумия не нападает на играбельную мумию, а выражает к ней любовь через облачко мыслей. Надеюсь, вам было интересно данное видео. Напишите в комментариях, о чем вы знали, о чем вы только что узнали. Мне будет очень интересно почитать. Также, если вы первый раз на канале, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И всем пока-пока!